дорогие друзья шаббат шалом сегодня у нас суббота 18 июля 2020 год жив господь перед которым мы стоим сегодня у меня привилегия быть на молитвенной прогулке действительно это привилегия один раз пропустил как будто что-то многое потерял и вот сегодня у нас суббота возвращаясь на глубину познания бога где бог открывается знаете в различных своих именах значениях потому что наш бог многообразный он камень краеугольный камень избранный прохожу мимо сухого дерева говорю оживи сухое дерево сухие то стану здоровыми во имя иисуса живыми сочными и плодоносными во имя иисуса и вот камень краеугольный избранный у него много граней у него много всего со мной бог разговаривает так сегодня через свои имена я проснулся сегодня смысл о том что сказано в книге иеремии 18 глава с первого стиха бог открылся пророку как горшечник долгое время пророк не слышал слова господа небо молчало но он смирял душу свою и библия говорит первом стихе 18 иеремии и было слово господне иеремии как это классно дорогие друзья когда бог говорит все оживает сразу жить хочется все меняется черно-белое кино становится цветным деревья зелеными солнце солнечным ярким красивым дневной свет радует люди прекрасны и было слово господне сойди в дом горшечника встань и сойди и там я буду говорить с тобой знаете для того что получать слово от господа во втором стихе есть небольшая инструкция бог сказал иеремии встань и сойди сойди это значит опустись немного ниже опустись немного ниже потому что мы вечно знаете по плоти плотском мышлении летаем где-то на своих небесах но бог он намного всемогущий и он очень просто простоте открывает свое величие и своего могущественная власть она действует наша жизнь и поэтому чтобы принимать нам нужно послушание скажите послушание встань и сойди кто-то сидит и ничего не делай знаете под лежачий камень вода не течет бог сказал пророку стани сойди в дом горшечника там я буду разговаривать с тобой и вот пророк послушался встал и пошел сошел вниз знаете в доме горшечника если кто-то был там ничего особенных примечательности нет кроме мусора кроме грязи кроме того что высохшая засохшая глина где-то новая глина готовящийся приготавливая к работе и на полочках стоят красивые сосуды это самое главное достопримечательности дома горшечника и вот и римея смотрит ничего особенного горшечник накружали свои работы из глины и знаешь бог он точно так же действует когда нам кажется все уже ночь и что особенного может сделать был подошли бог простых вещах может такие колыбы откровения открывать что твой дух он будет переворачивать и там такая картина происходит я думаю горшечник и риме стоял и думал ну сошел я ну что новая вижу ничего нового не вижу и вдруг сосуд над которым трудился горшечник поломался в его руках горшечник посмотрел на эту глину приготовил ее к другому сосуду приготовил и и слепил из этой же глины другой сосуд какой горшечнику вздумал и сделать вот здесь друзья очень важно очень часто мы прогнозируем богу сделай это ты должен так поступить но смиренные люди дорогие друзья люди которые хотят войти в полноту и благодать в благость силу во власть господа они взывают богу и говорят господь помоги мне быть глины в твоих руках ты горшечник а я глина и горшечник знаете из то что было поломано в первом варианте слепил новый прекраснейший сосуд я хочу кому-то сегодня сказать может быть у тебя до сегодняшнего дня ничего не получалось урушилась послушай дорогой дорогая сестра дорогой брат дорогой мучила позволь богу сделать что-то новое вся пророческая книга библии написано вот я творю все новое и это новое уже заключалась в том что горшечник лепил такой сосуд какой ему вздумалось захотелось поэтому это очень важно сегодня понять это откровение и сказать боже не моя воля но твоя воля да будет моей жизни во имя иисуса христа знаете что очень важно что очень важно очень важно быть мягкой глины потому что какой получится сосуд зависит не от горшечника еще расскажу какой получится сосуд зависит не от горшечника нет я пришел к выводу зависит от глины чем глина готова тем лучше получится то что горшечник планирует мягкая послушная подвижная если глина суховатая не готовая не промоченная не мягкая не влажная не податливая знаете какой бы горшечник не трудится ничего не получится и для того чтобы быть хорошей глины существует пример в доме горшечника перед тем как глину используют ее сухую глыбу берут замачивают в водяном резервуаре каком-нибудь маленьком бассейне может быть замачивает пока глина не приготовится пока сухие части не оживут и не станут мягкими сокрушенными подвижными вот библия говорит на кого я призрю на сокрушенных измеренных духом чтобы исцелять сердца сокрушенных и благословлять людей смиренных духом поэтому дорогие друзья потом когда глина готова и только тогда мудрый горшечник приступает к работе и точно так же в моей жизни я думаю ваши тоже заметите много вариантов которые мы планируем они не исполнились в наши сроки в наши времена потому что нам всегда кажется что вот наш путь наш вариант он самый логичный самый правильный послушайте у бога есть совершенный пути вариант для себя если говорят за двумя зайцем погодишься и ни одного не поймаешь что бог за один вариант решает все вопросы когда мы подчиняемся его воле мы познаем его могущество его силу его величие его творчество в нашей жизни мы признаем его суверенный авторитет мы видим свои недостатки номер два которые исправляя помогают нам быть более податливыми и послушными господа и библия говорит тем что горшечник сотворил новый сосуд и я хочу тебе сказать бог сотворит новое чудо в твоей жизни ответит на твою нужду может быть не таким может быть не таким образом каким ты ожидаешь но таким каким он запланировал ведь иисус же тоже был глиной в руках отца и говорил не моя воля господина твоя да пусть ни в коем случае не называйте бога жестоким он не отвечает нет он отвечает иисус пришел и целить всех сокрушенных сердцем когда наше сердце сокрушено когда твердыни в горы гордости они понизились на непослушание злости пути выровнялись библия говорит узрит каждая душа спасения божия и бог сотворил величайший сосуд из той же глины я говорю тебе сегодня бог совершит величайшие вещи из тебя самого если ты будешь послушным глиной руках горшечника или мне 18 глава прочитайте эту историю шестом стихе говорится я горшечника вы глина вот как глина в руках горшечника как и вы моих руках будет послушно глина и бить божьи чудеса и благословения доверяя господу все пути свои и ты увидишь он приведет тебя желаемому благословению твоему исцелению твоему чуду во что бы то ни стало дом который строит на твердом основании всегда устоит и послушание слова господа это самое важное надежное основание во имя иисуса завтра у нас онлайн служение в три часа дня приглашаю всех желающих будем вместе познавать бога будьте благословены я хочу помолиться отец своим иисуса я молюсь за каждого человека я молюсь за моё сердце помоги мне быть послушной глины в твоих руках пусть и твердыни они разрушатся пусть неровные пути сделаются гладкими пусть и горы понизятся чтобы каждому из нас видеть твою славу которую ты усмотрел последние дни будьте благословенны мы любим вас и благословляем во имя иисуса христа мы увидимся завтра аминь